Приветствую вас, Дарья. Первое, что я хочу сказать, это то, что вы не чувствуете себя защищенной, вы хотите чувствовать себя защищенной с мужчиной, если у вас есть вот такое желание чувствовать себя защищенной с мужчиной. Вот, и вы пытаетесь как-то к этому прийти, к тому, что вы говорите, что я с ним чувствую себя спокойно, хорошо защищенной. Вот, я вам даже сейчас процитирую, да, вот, мне хотелось бы мужчину рядом чувствовать опору и защиту. Вот, подобное желание, оно и стало причиной вашей достаточно быстрой влюбленности, подобное желание стало причиной того, что вы достаточно быстро в человека влюбились, хотя, ну, вы сказали, что после нескольких звонков, вот, вы влюбились. И я полагаю, что сперва нужно решить вот эту вот проблему, проблему того, что вы хотите рядом, ну, что вы хотите рядом мужчину. Вот, я думаю, что для начала надо решить эту проблему, чтобы вы не нуждались в человеке, да, чтобы вы не нуждались в мужчине, чтобы вы не испытывали сопренности в том, чтобы он с вами был, вот, и уже, уже потом, после этого, вы могли бы, в общем-то, как-то вот более корректно выстраивать с ним свои отношения. Вот, это такой аспект. Дальше, вы пишете о том, что, значит, ну вот спрашиваете, да, начинает ли вам разговор с мой первой или как? Совершенно очевидно, что вы не уверены в себе. Совершенно очевидно, что вы не уверены в себе. Совершенно очевидно, что вы сомневаетесь в себе, что вы как-то вот, ну, что вы как-то боитесь, что вы как-то вот переживаете за все эти ситуации, совершенно очевидно, что вам не хватает мужчины, да, совершенно очевидно, что вы в нем нуждаетесь, и, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, конечно, здесь эту проблему тоже нужно решать. Потому что, вот, вы, как сказать, действительно давите на человека, вот, вы действительно давите на мужчину, вы действительно, действительно, ну, как бы, вот, оказываете давление, и вы не очень уверены относительно того, насколько правомерно, то, что вы делаете. То есть, вы не очень, ну, вы не уверены в том, насколько, насколько справедливо то, что вы делаете. Вот. И ваша неуверенность, она, на самом деле, имеет под собой, она имеет под собой основание, вот. Потому что, направленные ваши действия не на мужчину, да, а оно, соответственно, вас, на вас. Вот. И будет лучше, если вы свои собственные потребности, если вы свои собственные желания будете удовлетворять, то есть, ну, самостоятельно, да, то есть, не привлекая к этому, ну, мужчину, да, то есть, не привлекая к этому, ну, других людей, скажем так. Вот. Не делая себя зависимым. Не делая себя зависимым. И в этом контексте имеет смысл обратиться в сторону направленности вашей, допустим, реализации, то есть, направленности вашего карьерного роста, вашего развития дальнейшего, что, на мой взгляд, несколько затруднено, потому что, опять же, вы говорите, что мне нужна опора и защищенность. То есть, как-то, вот, неуверенно вы себя чувствуете. Следующий ключевой момент, который я хотел бы озвучить, это то, что вы говорите, что вот, в случае что, вот, в случае что, и мне некому будет обратиться. Вот. Это, наверное, сказать, несколько странно тоже прозвучало, потому что, в случае что, то есть, вы же как-то до, ну, вот, до появления мужчины в вашей жизни, вы же, ну, вы же как-то жили, да, вы же как-то существовали, вот, совершенно очевидно. Вот. И, вот, на мой взгляд, ну, несколько, вот, несколько странно выглядит, вот, то, что, то, что вы боитесь, то, что вы боитесь, что с вами что-то случится. Что-то же это, какая-то, вот, нуждаемость в, эм, человеке, э, и желание на него опереться. На него, но не на, э, 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 ну, на него, но не на себя. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Какая штука. Вот. Поэтому, тут, 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 тоже, нужно разобраться, почему вы чувствуете себя неуверенно в жизни, неуверенно, э, э, самой по себе, по себе. Вот. И, значит, помочь вам стать более, всё же, уверенной, чтобы, опять же, не зависеть от человека. Вот. А, дальше очень важно понять, какие у вас именно к нему чувства. То есть, если это любовь, то любовь ли это, если это увлечение и тяга, то это совсем другая история. Вот. То есть, нужно разобраться к тем, что вы к нему чувствуете. И, вот, уже после этого, а после того, как, вы с этим разберётесь. Я полагаю, что вы сможете для себя уже и решить, в какую вам сторону двигаться, что вообще делать. Потому что сейчас вы слишком замотивированы на то, чтобы быть мужчиной. он вам слишком для многих, э, вещей, э, нужен. Вот. Понимаете? Какая штука. А это всё-таки больше, э, э, ну, больше негатива для отношений даёт, чем позитива. Вот. Потому что вы не свободны, э, э, ну, в отношениях. Вот так, я полагаю, можно вам ответить. А, ответить. Дальше. А, ну, вот, ответите на вопрос себе, корректно ли, э, можно говорить правильно, о, о, о расстоянии при отношениях с 3 месяцев. Вот. Узнаете, нормально ли, э, то, что он говорит. Узнаете, начинать ли вам разговоры самой, или я вам где-то слишком давлю всё это, вы узнаете, вот как вы берётесь в себе. Вот. Потому что, э, есть у меня такое ощущение, есть у меня такое ощущение, что слишком вы, вот, просто, вы мотивированы. Вот. Просто слишком вы мотивированы. А это мешает. Это всегда мешает. Всегда. Так что здесь ничего необычного нет. На этом всё, я надеюсь, что он помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация благополучно разрешится, и вы сможете понять, ваш этот мужчина или нет. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok